Прежде чем сесть за стол переговоров, рабочая группа посетила в магазе ряд социальных объектов. Зампред и министры выслушали, на что сетуют руководители школ и больниц, и теперь готовы обсудить эти вопросы с мэрией города. Сегодня, в частности, со стороны эндокрологического диспансера, была высказана просьба об организации расширения площадки для стоянки автотранспорта тех граждан, которые пребывают в это учреждение. Администрация города обещает рассмотреть этот вопрос, оказать содействие. Подобные выездные совещания правительства запланированы по всем муниципалитетам. На месте легче разобраться, какие проблемы в том или ином населенном пункте. Заместитель председателя правительства Хусен Зурабов отвечает за социальный блок, курирует Министерство труда и социальной защиты, здравоохранения и образования. Представители этих ведомств периодически собираются за одним столом. На этот раз рассматриваются вопросы жителей Магаса. Так, к примеру, здесь озвучили вопрос о том, что скорая помощь в столицу зачастую едет совсем не скоро. Время доезда скорой от 20 до 40 минут – это норматив российский. Но он доезжает, скорая доезжает. Да, они говорят, 30-40 минут мы ждем скорую. Такие мероприятия, как обратная связь, жители обращаются в администрацию города, а далее вопросы поднимаются на подобных встречах. Идея проведения выездных совещаний принадлежит главе региона. По мнению Юнусбека Евкурова, необходимо также проводить мониторинг качества оказываемых социальных услуг, изучать проблемы населения и оперативно на них реагировать. В зале также поднимают нашумевшие этим летом вопросы зачисления детей в школы столицы. Зампред подчеркивает, что нужно сделать все, чтобы история не повторилась. Здесь очень много людей, которые обращаются по приему в школу, но при этом они не прописаны. Не прописаны, потому что дом еще не станет в флотацию, но они там уже живут, факт проживания у них есть, они требуют, чтобы мы их приняли. А у нас нет никакого документа о том, кроме их факта проживания, о том, что они жители города Магадзе. Вот сейчас вот эта проблема опять станет. Прием начнется, они будут говорить о факте проживания, а никакого документа у них нет. Хорошо, вы тогда составите несколько списков. Тот, кто имеет все законные документы, второй список, который вот этот, вы говорите. И с временем. С временем, это как в резерв пойдет. Сначала зачислить тех, кто действительно и прописан, и проживает, и все у него на свете есть. Руководитель реабилитационного центра рассказал об открытии у них еще одного направления – ипотерапия. Процедура помогает поставить на ноги детей с ДЦП. Сейчас общая задача правительства и города – найти место для содержания лошадей. Межведомственное взаимодействие помогает решать подобные проблемы и не только. Это очень полезно в том плане, что качество работы этих учреждений в результате должно улучшиться. Земельные и налоговые вопросы, диспансеризация детского населения, а также качество образования – вот неполный список, обозначенных тем, для решения которых необходимо время. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.